На Ямале уничтожили уже больше тысячи оленей, которые погибли от сибирской язвы. Для этого даже задействовали шесть команд специалистов, каждый из которых медик-биолог, который следит за требованиями безопасности. В операции на Салихарде поучаствовала съемочная группа Лайфа. Наш корреспондент Андрей Ященко на прямой связи с Лайфом. Здравствуй, Андрей. Вот как проходит зачистка территории? Есть ли какие-то особенности? И кто гарантирует, что сибирская язва дальше не распространится? Да, приветствую, Юрий. Вот только-только приземлились на вертолете, были в карантинной зоне и вместе с военными участвовали в операции по ликвидации последствий. Вместе с военнослужащими Центрального военного округа, причем лично с генералом, нам удалось полетать и посмотреть своими глазами, увидеть, как это делается. Еще на подлете к опасной территории военные начинают одеваться в специальные костюмы химической защиты. Они есть одноразовые, есть многоразовые. Вот мы видели, как одевали одноразовые костюмы. Сначала первый слой, затем второй. Обязательные перчатки. Кроме того, нужно одевать респиратор. И вот после того, как вертолет приземляется, мы приземлились на границе с карантинной зоной. То есть это не очаг, до очага еще примерно 120 километров, там, где массово погибали олени. А мы приземлялись там, где точечно они разбросаны. И военные выходят, причем имеют право покидать борт вертолета только люди специальной экипировки защитной. Нас попросили остаться в вертолете более того, пока была открыта дверь. Нас попросили надеть перчатки и находиться в респираторах все время, пока будет открыта дверь. Пока мы будем находиться в приграничной с карантинной зоной территории. Вот военные выходят, они выгружают покрышки, идут к телу оленя, обкладывают его этими покрышками. Поливают бензином, либо соляркой, либо дизелем. Поджигают, ждут, когда туша полностью выгорит. И после этого еще обрабатывают специальными химикатами. Но кроме того, нам удалось пообщаться с местными жителями, которых переселили уже в так называемую чистую зону. Там нет угрозы сибирской язвы. И вот они рассказали, что, конечно, стала большим шоком для них вот эта вот вспышка, что 75 лет такого не происходило. И вот рассказ оленевода. Мы собирались кослаться на юг, но вот сказали нам пока оленей лечить, вакцинацию производить. Вот, все. Покажем приказы. Вертолет прилетел, сообщил о язве в районе РТО. И спрашивали насчет, у нас спрашивали, болеет оленя, нет. Я отмечу, что мы единственные журналисты, которым удалось так близко добраться до зоны очага, своими глазами увидеть, как происходит процесс утилизации тел. Я отмечу, что лично в этом процессе участвовал командующий войска химической и биологической защиты Центрального военного округа генерал Васильев. Он причем вот наравне с обычными солдатами выгружал покрышки, точно так же сам их относил, поджигал и контролировал процесс, что же происходит. Вот военные планируют в ближайшее время на своей базе развернуть полевой госпиталь именно специально для того, чтобы проводить более точное обследование тех военнослужащих, которые находятся в карантинной зоне, в эпицентре, в очаге, где несколько сотен туш зараженных сибирской язвой животных находятся. Там, конечно, условия карантина еще более жесткие. Работают уже в таких вот очень серьезных костюмах бактериологической защиты. И вот после того, как они возвращаются, костюмы также обрабатываются в такой буферной зоне, после они приходят уже на базу, там снова обработка вот такая многоступенчатая. И, конечно, очень внимательно следят за состоянием их здоровья, делается все, чтобы невозможно было дальше распространить. Но вот сейчас уже, можно сказать, так наполовину перевалили за процесс уничтожения тел. Уже точно известно, что сибирская язва полностью локализована, нет угрозы дальнейшего распространения. И местные жители возвращаются уже к обычной жизни. Постепенно те, кто находился в больницах, выписывают и отправляют спецбортами в свои населенные пункты для постоянного проживания. Ну что ж, это очередная и, надеюсь, последняя победа над серьезным заболеванием, которое может быть в земле. Находится эта палочка при неправильном сжигании тел больше ста лет. И потом воскреснуть и далее поражать. Ну, я думаю, что в этот раз наука шагнула далеко вперед, и этого не произойдет. Большое спасибо, Андрей. На прямой связи с лайфом был наш корреспондент Андрей Ященко.